У вас с нами на связи начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко. Андрей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Какие подробности этого трагического инцидента вы можете сообщить? Да, как правильно вы сказали, в больнице был застрелен житель Киева, 82-го года рождения. У него множественное нестрельное ранение. По нашей версии и по тем фактам, которые обнаружили на месте происшествия, мы считаем, что убийство произошло, основная версия, с целью ограбления. Он занимался с контактной валютными операциями в теневом секторе экономики. Сейчас задействуются все силы, проводится осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, отрабатываются пути отхода, применяли служебные собаки. Это такая общая информация, которая на этот момент. Андрей, спасибо вам большое за комментарии. Мне кажется, я по реакции вижу Андрея Лозаво. Есть вопрос? Да, хотел. Андрей, приветствую. Дивите, там, помните, біля Печерского райсудата, той частини, что на Хрещатику, когда закинчився судовый процесс над Валентином Лихолитом, легендарным батей командира Майдара, которого на поруки взяли достаточно много народных депутатов из нашей радикальной партии, из самопомощи, из позафракционных, из Народного фронта, из блоков Петра Порошенко, из Батьковщины. И генеральный прокурор, его тоже готовый был брать на поруки. После этого суда в присутствии многих сотрудников НПП, в том числе, в спецпризначении, был открытый беспредел присутствующих, до речи, журналистов из 112 и других каналов. Когда мы вывозили Валентина Станиславовича, был скочный напад, организованный, за мою информацией, народным депутатом, экс-командиром частини Айдару Сергеем Мельничуком. Мы ледко не подрезали народного депутата Игоря Масичука. На мою машину, где был, который мы вывозили Валентина Станиславовича, были порезаны шины, была помята. Я тогда сообщил вам о том, что приехала следую оперативную группу, подъехали хлопцы Айдару, которые дали всю информацию, детали, кто конкретно по каждому прозвищу брал участие в этом нападе, переказали все, с того часа жоднои реакции. В следующее телефон мой, телефоны моих помещников, нульова реакция. Я, когда мав разговаривание, я когда мав разговаривание с Хатей Деканаидзе, она обещала про то, что будет тримать на особистом контроле. Но я по многих других ситуациях переконался про то, что, хоть я, Деканаидзе, извините, постоянно брешу, никогда не тримаю слово. Если будет цікаво, шановным глядачам, расскажу далее. То есть вопрос, Андрей, вопрос в том, что не тряпится. Вопрос народного депутата Лозавова. Официально, листом, но, насколько я помню, там не вертались народные депутаты. Как? Я написал заяву особисто в той же веще. Зверталась особа, який порезал шины, але я уточню эту информацию, надам всю эту вещесть письмого. Андрей Геннадьевич, я особисто писал заяву в том числе. Мы ожидаем ответа, будем говорить Андрея Крищенко. Мы готовы на особистый контроль взяти. Начальник нацпорицей Киева Андрей Крищенко был с нами на связи. Андрей, от вас попросим вследствие ответа. Да, от нас.